Приветик всем! Сегодня будет опять такая же наболевшая тема, в которой я очень часто получаю вопросы на эту тему, как сохранить ребёнку в Германии, ребёнку, который родился в Германии, ходит в немецкую школу, в немецкий садик, как сохранить русский язык. Так как наши дети разговаривают на русском, поэтому люди очень часто спрашивают. И вот сегодня я получила вопрос, решила сразу снять ответ на эту тему, чтобы, ну если вдруг кто-то будет спрашивать, я сразу могла давать ссылку на это видео, потому что я, если отвечала на этот вопрос, то отдельно где-то ответы на вопросы, также в каких-то влогах, а именно вот такого отдельного видео, по-моему, у меня нету, я уже не помню, но решила я сделать такое отдельное видео, поэтому сейчас всё расскажу. Что хочу сказать? Я буду говорить чисто за нашу семью, вот, и я не знаю, я ничего не буду говорить за те семьи, которые, например, или папа немец, мама русская, или наоборот, папа русский, мама немка, я не знаю, как в этих семьях это всё проходит. Вот, я буду чисто за нас говорить, так как мы оба русскоязычные, мы прививаем язык. Начну с того, что наши дети родились в Германии, и наши дети ходят в садик, где разговаривают на немецком языке, в немецкий садик, и также ходят в немецкую школу, потому что очень часто тоже вопросы такие поступают, какой у нас садик, русскоговорящий, немецкоговорящий. Мы живём в Германии, и дети ходят в немецкий садик и в немецкую школу, где они исключительно разговаривают, и воспитатели разговаривают с ними на немецком языке. Ну, значит, как мы прививаем русский язык? Просто элементарно. Мы разговариваем дома исключительно на русском языке, исключительно на русском. Мы не разговариваем на немецком языке с детьми абсолютно. До двух лет, скажем так, дети были со мной дома, и они немецкого языка даже не знали. Где-то вот Маше было два года и три месяца, о миле два с половиной года, как они пошли в садик. И там они столкнулись с немецким языком. Естественно, было им тяжеловато, они не понимали поначалу. Ну, это дети. Дети, они очень быстро язык хватают. Поэтому мы не переживали ни грамма, что, ой, вот ребёнок живёт в Германии, значит, его надо учить немецкому языку и разговаривать с ним тоже на немецком. Нет, мы разговариваем исключительно на русском, на немецком мы с детьми вообще не говорим. Вообще не говорим. Вот. Может быть, иногда так поиграть. Знаете, у нас есть такие игры, когда Маша говорит нам какое-то слово на немецком, и мы пытаемся его повторить. Но, естественно, как у нас получается с акцентом, она говорит, чтобы неправильно это делать. Ну, в общем, в принципе, наверное, это всё правило все. Я не знаю, что ещё. Мы, дети смотрят русские мультики на русском языке. У нас дети немецкое телевидение тоже не смотрят. Только русские мультики. Песенки тоже все на русском, стишки на русском. В общем, у нас дома на всё идёт общение на русском языке. Что ещё я поняла для себя? Почему дети отказываются говорить на русском языке, как я замечала в других? Если ребёнок приходит со школы, я с этим тоже сталкивалась, вот Маша ходит в школу, и она, когда приходит, ну, я за ней прихожу в школу, она выходит, естественно, у неё ещё в голове весь этот немецкий язык, потому что она весь день на нём общалась. И она начинает со мной разговаривать на немецком. Только она мне какой-то вопрос на немецком задаёт, я ей говорю, «Маша, теперь повтори на русском, я тебя не понимаю». Естественно, я поняла, что она меня спросила, что она мне сказала, но я ей говорю, «Я тебя не понимаю, говори со мной на русском». И она начинает сразу на русском со мной говорить. Всё. Вот такие. Или если она мне бывает что-то говорит на немецком языке, какое-то слово заменяет, вот русское не может вспомнить, и заменяет немецким, я ей это слово и говорю на русском языке. Вот так всё происходит. Также спрашивали, легко ли Маше сейчас в школе, как у неё с немецким. Всё прекрасно, легко. У меня был разговор с учительницей. Она сказала, что всё хорошо, и успехи у Маши очень хорошие. Учительница очень довольная Машей. И я, естественно, тоже довольна. Всё отлично. Маше также не дали... Здесь есть такой шпраффёрдеринг, да, то есть с детьми, которым ещё надо подтянуть язык, ими отдельно занимаются ещё. Маше этот фёрдеринг не дали. Я не знаю, почему. То ли потому, что у неё с немецким всё ли хорошо, то ли, может, потому, что она ходит ещё на продлёнку, плюс это для неё ещё, да, немецкий язык идёт как бы. А дети, которые на продлёнку не ходят, им, может быть, дополнительно дают. Я не знаю почему-то, но вот Маше даже не дали дополнительно. Она очень хорошо разговаривает на немецком, они с детками общаются, понимает она всё то, что... Всё хорошо, всё прекрасно. И вот наша позиция с Димой, с моим мужем, да, такая, что надо разговаривать только на русском. Если ты только дашь слабинку и покажешь ребёнку, что ты понимаешь по-немецки, да, что всё... Хотя они знают, что мы, они видят, что мы с другими людьми-то говорим, но всё равно, если мы начнём с ними, хоть чуть-чуть слабинку дадим на немецком, всё, дети сразу откажутся и будут говорить по-немецки, как я так думаю. Также я Маше сказала, чтобы они с Милочкой тоже дома говорили на русском языке. Вот, потому что очень часто наблюдается, что дети, они между собой начинают играть и разговаривать на немецком, да. Вот Маша у нас была такой момент, она начинала с Милой по-немецки говорить, но я это всё поправляла дело, и они разговаривают сейчас по-русски. Так что надеюсь, что дальше так всё и будет. В общем, то, что вот это у нас, я не знаю, что ещё можно посоветовать. Вот у нас всё проходит именно так. Также задавали вопрос насчёт того, планирую ли я учить детей писать и читать на русском языке. Да, планирую, но я решила это отложить на то время, когда Маша уже выучит немецкие буквы, да, и сможет читать и писать по-немецки. Я сейчас это ей не ввожу, потому что сейчас она учит немецкие буквы, да, вот всё читает по-немецки. И если я сейчас же буду и русский так же вводить, я боюсь, что у неё будет путанина, она будет всё путать, да, потому что, например, если по-немецки есть буква вот «Б», да, вот, а по-нашему это буква «В», да, я переживаю, что вот она вот будет это путать. Так что я сейчас хочу подождать, пока она выучит немецкий язык, будет читать, писать, и я буду уже потом учить её русскому. Да, естественно, я хочу, чтобы она умела у меня читать и писать так же на русском языке. Ну, и так же Милочка, естественно. Просто Милочка сейчас ещё маленькая, всё ещё у неё впереди. Также Мила, кстати, она по-немецки ещё не очень говорит, но когда я за ней в садик прихожу, слышу, она пытается, она уже очень много она понимает, но говорит она ещё, так себе, не очень. Ну, всё впереди, Господи, и она будет жить в Германии, у неё сейчас садик, школа, и всё-всё-всё дальше. Маша, она выучит этот немецкий, так же, как Маша, поэтому я даже не переживаю, что у нас дома нет немецкого языка. Так что делитесь своим опытом, как у вас это всё проходит, в вашей семье, если вы живёте не в России, не в Украине, в другой какой-то стране, Англия, Франция, Германия, Италия. Как у вас это в семье проходит? Приучаете вы русскому, не приучаете, или какие у вас способы введения русского языка? Я думаю, кому будет интересно, так же почитают ваши комментарии, делитесь своим опытом, я думаю, это будет очень-очень интересно. Всё, всем спасибо за внимание, всем пока-пока.